Ребятки, всем огромный привет из замечательной Казани. Сегодня у нас самый необычный выпуск на канале, потому что путешествие сегодня без мальчишек старших, только с Мирошкой, и там где-то там. Второе, мы приехали сюда не на своей машине, так как она в ремонте. Мы едем в Казань не просто на своей машине, а вот на вот этой вот здоровенной газели. Загрузим сейчас полную кубатуру и отправимся в путь. Мы здесь всего лишь на несколько часов, но не могли упустить возможность погулять по прекрасному городу в Казань. Вы не первый раз на ютубе 100% про лайки там, все это дело все знаете. Так что, ребята, время зря не теряем, скорее смотрим Казань. Берем с собой дружка, план у меня следующий. Сначала съезжу на загрузку, загружусь, потом вернусь пообедаем и поедем. Грузиться мне в Калужской области. Ехать здесь по прямой сейчас часа два, наверное, 150 километров. А потом я уже вернусь за своими. Посадим сюда Мирошку, Настенку и тысячу километров на Казань. У меня, конечно, капец, как будто трех педалей. Ручки всякие. Мы заехали в Калужскую область. Вот так вот, река Нора нас встречает. Все, нам осталось ехать еще немножко, ну почти. Это город Медынь, исторический центр. Такое здесь малоэтажное строительство, два этажа. Все как в лучших городах России. Все, я доехал. Вот так выглядит. База, где грузиться, буду. Сейчас надо найти, кто погрузит. Спустя полтора часа нас начинают грузить. Вот такие издержки, загрузки. Вот так вот выглядит промежуточный результат. Но он говорит, что будет прям вообще под завязку забыто. Но и супер. Первая штуковина грузится. Самый кайф в погрузках это вспомнить детство. Играешь в Тетрис, чтобы максимально все укомплектовать, чтобы правильная кубатура зашла в машину. Вот так пусто. А вот это полностью. Фу, ну просто под завязку. Не знаю, свободное место даже не осталось. Наконец-то мы это сделали. Все, сейчас отправляемся за своими. Почему мы так сделали? Потому что дорога все равно через Подольск. Поэтому я решил, что надо сначала заехать, загрузиться. Мирон бы сейчас уже сошел бы здесь с ума. И пообедаем, и все, и в путь. Ребятки, посмотрите. Все, мы собрались. Всех забрал. Поели, да, Мирошка? И всех. Нас полсостава. Старшие остались с бабушкой и дедушкой, а мы в Казань. Не знаю, как у нас сегодня получится, но сегодня наша задача доехать до Чебоксар. Ну, почти до Чебоксар, там есть парковка, на которой можно переночевать. Ночевать будем вот здесь вот в спальнике. Попозже рум-тур сделаю. После Ногинска, конечно, дорога полная жесть. Яма на яме, яма на яме. Посмотрите, какие дыры. Мы немножко отвернули с трассы, чтобы заправиться, потому что что-то все Газпромы пропустили. А следующее будет перед Владимиром. Естественно, мы не дотянем. Поэтому здесь заодно все в туалеты сходим, да? О, перекусим. И кушать, да. А Мирошке надо здесь экскурсию устроить. По спальнику он просится. Здесь вот взяли чаечек, решили сами не заварить, хотя у нас есть газовая плиточка. Здесь у нас орешки, печеньки, печь-пакеты, целая сумка с едой. В общем, перекус в наших любимых традициях. На ходу. Так, ну все, мы сыты и довольны, отправляемся дальше. Когда-то давным-давно, как раз 10 лет назад, в 14-м году, примерно в майские праздники, мы в первый раз со Славиком тоже вот так поехали в путешествие на газели, которая была у Славика еще. Мы ездили во Владимирскую область, город Муром, да, Слав? Да. Да. Да, вот у нас есть фоточки, Славик сейчас прикрепит эти фоточки. И почему-то вот мы недавно обсуждали, я говорю, что до нас тогда не дошло, что можно было вот так и работать, и путешествовать. Но нет, мне надо было идти в банк работать. И приходилось нам расставаться. А теперь мы не расстаемся. Теперь с нами еще и наши дети, правда, сегодня не в полном составе. Да, старшенькие сегодня захотели остаться с бабушкой, с дедушкой. Спасибо, что предупредила. Особый кайф ехать в Казань, там, либо в Питер, но вот такие направления, в отличие от юга, это то, что время сейчас 35 минут 8, а на улице еще светло. Вот, на юге уже в это время темно, и вот эти сумерки уже в 6 вечера ловишь, и дискомфортно становится ехать. А здесь как будто еще обед. Поэтому на позитиве прям дальше. Все-таки я очень хочу до Чебоксар сегодня доехать. Примерно в час ночи где-то там будем. Очень здорово, что сейчас нужно ехать не через сам город Владимир, а едешь по южному обходу этого города. Это, конечно, очень экономит время. Причем параллельно бешеный платье в плане суммы, а мы вот по бесплатке идем. Вот она, прелюдия бесплатных дорог. Просто все разбито нафиг. А ну-ка признавайтесь, наши зрители из Владимирской области, кто из вас не платит налоги? Почему, блин, такие дороги? Вот мы едем вот так вот, объезжая, это все жесть, а? Кто из вас не заплатил? Мы-то снова остановились, потому что Мирошка приспичила. Выходим на улицу, тут Комаров про... Слушай, знаешь, что ты вспомнил? Беларусь, помнишь, когда мы только остановились-то? И нас как давать сжирать? Как мы оттуда бежали? Ну ты смотри, позалетала, сейчас они будут кусать. Да. Закрылась туда? Жесть, Мирошка, все, садись, поехали. Ну вот у нас уже стемнело, хотя камера как будто бы у нас еще светло. Нет, у нас же темненько. Ну что, Мирошка, спать пойдем? Да. Да. Наверх идем, да? Давай, пошли, вставай. Все, это выключаем с тобой. Давай, бусинка, открывай там. Давай. Опа, пойдемте наверх сюда. Опа, здесь прям комната для жизни. Давай, Мирошка, иди сюда. Опа, это Мирошка. Так, быстрый рум-тур. У нас здесь есть форточки, есть сета, есть автономка, еще одно окно. Здесь всякие полочки с зарядочками. Мирошка, это трогать не надо, сынок. Это вот еще зарядочка, есть светильник, вот, включить, выключить, да, сынок? Да. Там еще зарядка, ну и полочки по периметру. Опа. Вот так это все происходит. Ну вот как-то вот так вот. Давай, Настена, будь как дома. Ай, подождите, тут как бы странная такая из кресла. Ну надо подтянуться, давай, ты же комсомолка, спортсменка. Ма, чуть не у нас. Да. Так, давайте, все, я вам все постелил уже. Все, Мирошка отправил всех спать. Еще раз спокойной ночи. Бай-бай. Увидимся утром. Добрая. Паспортная. Мы вчера приехали, вообще здесь все занято было. 10 рублей, кстати, стоит парковка на сутки. И по этому чеку можно взять кофе. Сейчас пойду кофе возьму. Ну что, сейчас быстро завтракаем и едем дальше. Блин, погода испортилась. На улице прям дзи-дзи-дзи. Заправляемся. Ну вот мы проезжаем в Волгу, но Волна Эфириад уже, видите какая красота, обмелела правда так сильно вообще, или она здесь такая всегда. Нас пока выгружаем, мы быстренько переодеваемся, здесь оставим машину прямо на территории, сейчас переоденемся и это, гулять по Казани. Все, мы начинаем прогулку по Казани, нам повезло, мы договорились оставили, значит машину там на парковке, часов 5-6 к нашим услугам, а начнем мы с национальной кухни с обеда. Офигеть, посмотрите какая красота, прудик с этой потрясающей архитектурой, вон ребята кораблики запускают в катера в Сыроварне. Клуб капитанов, вот как раз здесь можно взять в аренду катер, чтобы дети поиграли, покатали, ну очень крутая локация, в Казани даже двухэтажный автобус ездит, а мне еще понравилось, что знаете такой пригорок получается и сделано для колясок отдельно, чтобы было удобно, ну посмотрите на эту, блин, классную архитектуру, а еще, а где все люди? Я помню мы в Витебске гуляли, людей так было мало и нам писали, что типа, потому что белорусы работают, но окей, ладно, хорошо, будний день был, а сейчас выходной день, воскресенье, где все, но у меня есть предположение просто, что все уехали отдыхать на Волгу и на другие водоемы, которые здесь есть. Менюшка, нам посоветовали уже просто попробовать, здесь прям в кафешке можно купить всякие открыточки, мы заказали, Настя, ну что мы заказали? Мы заказали все татарское меню. Давайте я сразу бы вадию нам сказали обязательно. Нет, мы просто прям подошли на кассу и говорим, что обязательно нужно у вас попробовать, и она прям по списку называет, мы такие, давайте, давайте, давайте. Добрались мы до национальной кухни, сейчас будем пробовать вот эти вот все кусенешечки. Держи, это тебе, Мироша. Будешь здесь все попробовать, все по чуть-чуть, вот, это главное Мирошкина, но он один это все не съест, поэтому здесь обычно куриный, а что, это картошка такая? Это с картошкой маленькие? Тесто какое-то с картошкой? Да. В общем, самый, что хочешь попробовать, это как он называется? Тестабай. Это с каниной. Тестабай. Мы, короче, взяли тестабай, такой, с разными начинками, но не такой, типа, уже современный, как, ну, со всякими, как бургер. Эпочмак. Губадия. Это уже десерты. И чак-чак. Чак-чак. И губадия это уже десерты. Чайку. Татарскому чаю. Сейчас солянку пойдет, очень нравится что-то брать. Дополнительно еще взяли солянку по-татарски и курай. И курай. Носенка говорит очень вкусная штука. Да, еще вторую взяли вот эту штуковину с каниной. Так, ну и теперь мы дошли до десерта, который вообще просто рекомендует все. И нам на телеграмме сразу написали. Вот это надо пробовать. Это губадия. Пахнет приятно. Песочный. Пахнет. Мммм. Мммм. И еще. Ты же рис на муруке. Рис, изюм? Угу. 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 Для меня, конечно, интересное сочетание риса, изюма и теста. Мммм. Ммм. Угу. Очень вкусно. Угу. 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 А вот эта не нравится, да, уже больше. Хех. Угу. Это тоже какой-то знакомый. Угу. 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 Это что-то привычное. Мирошка очень не хотел уходить там, потому что была детская комната, и в итоге теперь идем наслаждаться достопримечательностями Казани под дерев Мирошки. Но очень надеюсь, что он сейчас переключится. Начинаем гулять по Казани именно с комитета по развитию туризма. Вот такой вот мишка в кепке. Центр города, конечно, очень крутой. У нас впереди Кремль, идем именно туда. По левую руку находится гостиный двор. Такие арки, деревянные старинные двери. Все очень здорово отреконструировано. Смотрится шикарно. А вот здесь вот как раз полным ходом реконструкция. Мы дошли, пожалуй, до самого центра сердца Казани. Это Казанский Кремль. Глянь, какая здесь огромнейшая площадь. Здесь, кстати, вот отсюда как раз курсируют эти двухэтажные автобусы. А это Национальный музей Республики Татарстан. Конечно, архитектура музея вообще завораживает. Этот шпиль на самой высоте. Классно. Единственное, что мы вовнутрь заходить не будем, так как мы с Мирошкой. Там никакие экскурсии. Мы обычно ничего не берем. Поэтому местные, особая к вам просьба. Пишите в комментариях. Дополняйте то, что мы рассказываем для большой аудитории. Вы как прям местные. Пишите там в комментах. Это очень важно. Куда не повернешь голову, везде красота. В Кремль, естественно, можно войти. Что сейчас и будем делать. Сейчас попробуем пройти туда в Кремль. Это Спасская башня Казанского Кремля. А так она выглядит. Туда, кстати, уходит дальше набережная. Можно пойти наслаждаться видами. Вот это сегодня гидродуй. Так, Национальный мужчина стоит. Ну, пойдемте, посмотрим. Нас сразу же на входе встречают лошади. Можно взять лошадь, карету и покататься по всему Кремлю, по всей территории на лошадке. Вот та самая знаменитая мечеть Кул Шариф. Посмотрите, как она роскошно смотрится. Невероятно. И все это сочетание вот этой архитектуры, вот этой старинной деревянной крыши. Так что здесь огромное количество торговых рядов. Можно подняться наверх на оборонительную, получается, стену. Но меня больше всего распирает от вот этого потрясающего вида. Офигеть. Какая же она красивая. Преображенская башня. Даже можно подняться на самый верх. 50 рублей стоит вход. Подняться на самую башню. Но нет в этом никакого смысла. Не будем терять время. Тем более своих я оставил где-то там гулять. Вот поэтому дальше идем изучать город. Я напомню нас только несколько часов. Здесь также вот огромное количество торговых рядов, где можно купить себе сувениры на память. И сама площадь, и вход в саму мечеть. Кол шарифа мечети. И самое что крутое, в мечеть можно зайти. Если забыли платочек, то можно взять здесь на входе. Бесплатно, кстати. Здесь не просто мечеть, здесь целый музей. Музей исламской культуры. Здесь можно взять аудиогид. Вот у нас в каких языках он есть. 200 рублей стоит. На кассе берешь и пошел. Кстати, картинная галерея, где представлены самые, видимо, красивые мечети мира. Здесь же на территориях Кремля находится Благовещенский собор. Вообще, на самом деле, вот этому Кремлю нужно уделить вот прям целый день. Здесь действительно огромное количество всего, что можно смотреть, читать, изучать, углубляться в культуру не только Татарстана и Казани, и истории, а еще и в исламскую религию можно окунаться. В общем, здесь действительно вот этому месту точно уделить, ребята, целый день. Мы мимо прям вплотную проезжали вот с этой постройкой. Называется Казан. Это дворец бракосочетания. До него просто идти так далеко. Я боюсь, что остальное мы не успеем. В общем, кто здесь будет подольше, конечно, туда классно подойти. А с другой стороны моста там городской пляж. Получается, у нас слева вот этот дворец бракосочетания. По правую руку у нас сам Кремль. И впереди начинается Кремлевская набережная. Мы, собственно, по ней сейчас будем идти. Такая там впереди красота, как Носенка связала, как будто Хогвартс. Сейчас мы туда попадем. На набережной небольшой парк развлечений, пешеходная зона. И вот мы сейчас будем углубляться туда. Какой роскошный ресторан. Настоящая татарская кухня. Мы его уже поели, да? Здесь какой-то японский рядом с ним. Но локация, конечно, топ. Какой вид здесь. Просто... Ну вот эти, да, как Хогузер, да, ты сказала? Эти вот эти здания. Да, да, Хогузер здания вообще невероятные. Очень красиво, как в сказке. Архитектура, конечно, в Казани, она действительно поражает красотой своей, удивляет, восхищает. Слушай, ну даже вон вкусная точка в таком бомбезном здании. Да-да-да. Я просто в шоке, если честно. Гляньте, это просто Нью-Йорк. Реально, слышишь? Вообще картинка из ГТА. Офигеть. А вот это вот здание, это все здесь для детей, какие-то различные творческие мастерские. Посмотрите, какая красота. Вот он, вид на миллион. Какой крутой он там, вот жилой комплекс. Такая набережная, красивая, но почему-то все урны переполнены. Даже Мирошка сейчас, видит, когда говорит, мама, мама, папа, мусор. То есть он не видел таких полных урн, они просто на каждом шагу, и они все пятком. А вот здесь, кстати, нет, на той почему-то аллее, именно вот на этой вроде бы место есть. А там вот красот, словно. Мы идем к этому сказочному месту, месту похожее. Похожее на замок из Гарри Поттера. Самое прикольное, что это не просто какая-то архитектура каких-то достопримечательностей, это просто обычный жилой комплекс, в котором просто живут люди, но живут они как будто бы в каком-то сказочном здании, да? Потому что архитектура реально вообще необычная для обычного жилого комплекса. Супер красиво. Вот у них такой сад и такой вид на их дом. Прикиньте, я не знаю, ну-ка, местные, напишите, сколько здесь стоит квартирка? Что здесь за планировки? Здесь комнаты? Вот это вот, смотрите, реально в замке. Это надо каким-то ценителем замков быть. Ну, ничего подобного, я, конечно, в плане жилых комплексов я вообще не видел. Это интересно. А где сушилки с бельем? На балконе. Действительно, а где сушилки с бельем? А где сушилки с бельем? А, сушильные машины. Мы, получается, сходим в вот этот парк земледельцев, там вот река, здесь Кремль, там крутой жилой дом вот с этой стороны, да, а вот это вот, это дворец земледельцев. Слушайте, я не знаю, кто архитектор, кто это строит, но это просто какие-то невероятные вообще. У меня даже глаз не может оторваться от увиденного. Ну, правда, вот вы посмотрите, как это смотрится, какое там дерево по центру. Какие колонны, какие масштабы. Я, если честно, вот я в шоке. А вот это вот огромный комплекс, купола виднеются, это Казанский собор. Кстати, вот здесь, в Казани, ну, видите, привозят огромные такие автобусы туристические, они прямо во всех локациях стоят, туристов очень много. И самое, что бросило в глаза, это то, что совсем в центре нету никаких парковочных мест. То есть, если, например, ну, мы привыкли видеть там платные парковки, то здесь их вообще, вообще от слова совсем нет. Видите, ничего не оборудовано. Поэтому, конечно, нам повезло, что мы оставили там на выгрузке машину. Казанский Богородский мужской монастырь. Место обретения Казанской иконы Божьей Матери. На входе здесь можно взять фартуки, платочки, поставим свечечки. Внутри, конечно, они эти, сумма, красота вообще. Это наша традиция. Николай чудотворец, покрадитель, путешественник. Были на его родине, в его храме. Я вообще ничего не понимаю. Посмотрите, насколько пустые улицы. Как будто всех местных выгнали из города и оставили здесь только туристов в центре города. Вообще пустота. Что пройти через... Вот это здание, объект культурного наследия регионального значения. Здание первой мужской гимназии. А мы идем сейчас на озеро Кабан. Там, говорят, очень красивые виды открываются. Но посмотрим. Уйти, правда, 30 минут. Кстати, еще заметил, что в Казани два основных языка. Это русский и татарский. И все таблички продублированы на русский. И вот, пожалуйста, на татарский. Видите? Какое интересное решение парковки дорога по центру парковки, а здесь велосипедная дорожка. Интересная задумка. Такого еще тоже не видел нигде. А еще очень сильно бросилось в глаза это то, что в центре нету продуктовых магазинов. Представляете? И мы хотим попить, купить. Магнитов, это неналепно, кстати. Я говорю, мы хотим купить воды и не можем это сделать. Блин, нет, подожди, но так-то это круто, что нет. Ну и круто, но мы не можем купить воды вообще. Ну а сейчас, ребята, мы погружаемся на самую туристическую улицу. Значит, она это почти как Карабат у нас в Москве. Здесь пешеходная улица вон в ту сторону, в эту сторону. Самое обидно, чтобы попали в непогоды двойнадцатых прохладных от одной стужеров. Не, ну все равно. Ветер северный. Да, мы оделись, просто мы даже не планировали в этом ходить, во всем, но так получилось. И самое главное, что мы сюда обязательно вернемся, сразу скажу, андисклеймер, да? Потому что мы дождемся на день вот ремонт, мы возьмем, чтобы, конечно, самое главное, мы возьмем, чтобы мальчишек и еще очень многое хотим здесь посмотреть. Но сегодня мы не могли просто приехать и уехать, да? Поэтому пойдемте посмотрим главную красивую улицу. Еще мне очень бросилось в Казани в глаза, это то, что здесь вообще нету желтых вот этих таксишек. Вообще нету. Я не знаю, может, сюда не пускает этот агрегатор, а может быть, пускают, но запрещено делать желтые. Вот кто точно в курсе? В комментариях пишите. Ну здесь понятно, здесь музыка играет, по левую сторону рестораны, по правую рестораны, сувениры, какие-то дорогущие магазины. Ну по сути все как и в любой улице типа Москвы. Вот какая интересная галерея, картина. Естественно, на этой улице как раз можно отведать всю абсолютно местную кухню, там начиная с чак-чака, заканчивая любой другой. Но нас местные сразу предупредили, которые здесь выросли, говорят, едите в самое обычное, там и дешевле, и вкуснее. Вот мы, собственно, в начале выпуска так и делали. Да, когда-то вот это все уберут, видите, ремонты, и будет здесь очень-очень красиво. Настенка выбрала локацию, сорян за шум, как есть. Короче, ребят, прикол, да, приехали. Кот, здесь есть кот на набережной, вот он стоит, знаменитая скульптура. А, я по привычке, я же морской человек по этому набережной. Но сейчас перекрыт, не подойти к этому коту. Ну ладно, тогда идем дальше. Приедем с мальтишками, вот это нам так, тут с мальтишками были. Там шульки, люди отдыхают. По этой улице у нас цель дойти до озера Кабан. Говорят, там очень красиво. Сейчас будем смотреть. Вот музей иллюзий. Такой вон великан стоит. Карета. Я как славянка когда мы пойдем в театр. Ну когда-нибудь, когда доживем до этого. Вот сегодня даже с одним мы не справляемся, честно говоря. Вот на самом деле, Мироша, передай всем привет. Едеть! А вот какой интересный ресторан слева. Ну, блин, клево, конечно, да? Посмотрите, какая крутая архитектура, да? И вот здесь все сейчас в реконструкции. Нам не повезло немножко. Ну ладно, значит, второй раз будет, второй заход. Казань безумно понравилась. Блин, ребята, но вот это вот издевательство над животными, это просто жесть. Вот если мое видео залетит, распространите, что нам эту херню убрали отсюда. Вот. Это жесть. Зашел в фикс прайсе, здесь такое прикольное здание. Здесь можно рисовать на стенах. Просто спокойно все заходят и рисуют. А вот это вот, этот центральный банк России. Смотрите, как мощно светится. Здесь вечером еще включат гирлянды, на этой улице будет вообще своя атмосфера. А вот это вот тоже историческое здание называется колокольня. Выглядит тоже очень масштабно, да? Все такое беленькое, серенькое, а баумы красные. Вот серьезно, в каждом городе есть такая улица, на которой хочется гулять туда-обратно. В Турции, в Стамбуле есть стекляр, или стеклярь, как она правильно. В Гюмри тоже есть такая улица, по ней гуляли, в Москве, в Казани, в Витебске, еще повсюду. Вот там чувак какой-то лазит, что-то делает. И, пожалуй, абсолютно в каждом городе мы встречаем наши гусы. В этот раз вот такой вот с татарской тибетейки, вообще прикольно. так, как говорили о том, именно мы дошли еще до одной вот локации, про которую говорил, это озеро Капан. Здесь такая площадь, классная, это Казанский федеральный университет. Вот это, я не помню, что за здание на самом деле, пишите в комментариях. И здесь фонтанчики, такая зона, где что-то продают, сейчас поближе подойдем, и тюльпаны, кругом тюльпаны. Здесь проходит какой-то фестиваль, бизнес-культура, поддержка малого бизнеса. Всякие ваханмы, бусинки, ну короче, вы поняли, все, что делается руками, там сцена, играет музыка. А здесь вот непосредственно само озеро Кабан, какое большое, здесь прокаты лодок, катамаранов, различных всяких саббордов. Класс! Смотрите, как здорово! А, какая красота! Мы доехали до последней локации, которую мы можем успеть за это время посмотреть в Казани. Называется храм всех религий. Блин, красивая штука, конечно. На реконструкции, правда, но что-то мы сейчас с вами поглядим. Входная арка. Да, все выложено из такой мозаики. И весь храм, ну какой-то декор, видите, выложен тоже. Такая вот мозаика, безумно сложная работа. Все равно сейчас реконструкция. В таком вот состоянии все находится. Да, получается, видите, у каждого купола свое обозначение религия. И вот, собственно, можно пройтись, посчитать, сколько вообще всего религий-то, кстати. Храм всех религий – это архитектурный памятник или музей, где в одном месте представлены разные религии. Идея создания этого уникального комплекса принадлежит местному художнику и архитектору Ильдару Ханову. Поэтому в храме также есть история его жизни и творчества. Хоть храмы до сих пор строятся, но он открыт для всех желающих посетить его за определенный донат. Эта достопримечательность однозначно будет интересна каждому путешественнику. Здесь вот, получается, вот на этом заборе выбиты имена святых. Иисус Христос, Архангел Михаил, Архангел Гаврилий, ну и так далее, и так далее. Всех святых, причем из всех религий, между прочим. Вот. Мирошенька. Нормально. Татарчонок ему сказали. Помимо того, что вы услышали информацию про храм, да, сюда можно зайти еще вовнутрь. Поэтому давайте это сделаем. Куд здесь написан бесплатный. Задана 200 рублей. Дети до 10 лет бесплатно. То есть, ну, в любом случае ты плачешь прямо вот на входе. Наличные, либо карта. Ну, давайте посмотрим, что здесь. Здесь вообще есть путеводитель, можно его купить и читать. Папа, спаси. Ага, вижу себя. Да, на стенку правильно, здесь очень уютно и красиво. Зал древних религий. Это зал Иисуса, православный зал. Вот так вот выглядит. Это что-то в стиле фараонов египетских сделал следующий зал. Но здесь не подписано. Идем в следующий. А, ну это примерно то же самое. Да, это зал древнего Египта. Это саркофаг фараона Туттанхамона. Копия. Следующий зал – это Татарская национальная галерея. Что-то за стеклом. Коран. Следующий зал – это католический зал. Вот так как все это выглядит. Следующий зал – это что-то на… А, ну вот, да, буддийский, я хотела сказать, китайский. Буддийский, в общем, это. Как все выглядит. Прям совсем недавно мы это все видели, да, в Таиланде. Так, да, классное заведение, конечно. Ребятки, как вам Казань? Местные, пишите, как мы вам ее показали. Точнее, лишь маленькую часть Казани, но 100% самую интересную. Что можно успеть буквально за несколько часов посмотреть в Казани. В заключении выпуска хочется сказать одно. Путешествуйте, выбирайте каждую возможность. Вот у нас выпала такая возможность, и мы поехали. И буквально несколько часов здесь проведены. Это настолько классно. Мы поехали домой. Сейчас бежим к машине. Если смотрите этот выпуск, значит, мы доехали, у нас все хорошо. Кстати, ребят, мы писали там в Телеграме, многие встретили. Мы с радостью, но у нас так ограничено время, мы просто технически не успеем. И приедем еще раз, обязательно. Будем здесь встреча. Встретимся, да. Спасибо большое, что вы нам пишете. И будем рады вас всех видеть в следующий раз. Потому что мы обязательно приедем уже с нашими старшими мальчишками и на своей машине. И на подольше. Пока.